Ну и теперь уже у нас следующая категория, женская категория до 55 килограммов. И здесь тоже нас ждет интереснейшая схватка. Жасмин. Ясмин Атья, наверное, так правильно, Ясмин, как-то не Ясмин. Ясмин Атья из Египта. Ее соперница Дженни Варлин из Люксембурга. Ну вот, видите, Люксембург с его населением примерно в 400 тысяч человек дает здесь финалист турнира. Итак, весовая категория до 55 килограммов у женщин. И финальный бой, финальный поединок. Ясмин Атья из Египта против Дженни Варлин из Люксембурга. Я думаю, что... Ну здесь, наверное, преимущество априори должно быть у египтянки, но с другой стороны... Вы знаете, непредсказуемый результат на самом деле. Да, Египет, конечно, отличается активностью, концентрацией в ведении поединков. Но понаблюдаем. Я думаю, вы разобрались в красном поясе спортсменки из Египта, синий пояс у спортсменки из Люксембурга. Ну и такая разная манера ведения поединков. Вот, сделала атаку спортсменка из Люксембурга, но не достала. В контратаке попыталась у Египтянка. Жесткий вход. Там даже Капа выпала. Встреча, да. Люксембург, спортсменка из Люксембурга. Дженни Варлин из Люксембурга. Пошла в атаку. Пошла в атаку, да. И не оценивается никак. Три минуты длится бой у девушек. Давит первый номер Египтянка. Подняла ногу, зацепила Люксембург. Спортсменка из Люксембурга. Дженни Варлин из Люксембурга. И Ясмин Атья из Египта. Активный сейчас египтянка. И что мы видим? Встречная техника получает спортсменка с синим поясом. Счет становится 1-0. Тем более сильнее начала давить египтянка. Но что мы можем вылетать? Достаточно размажистые атакующие действия. Очень долго готовит. Это все видно. Но вот сейчас хорошо она входит. Чисто в голову. И счет сравнивается 1-1. Юко получает красный спортсменка с красным поясом. Равный счет. Ну что, все спортсменки будут думать, искать моменты, чтобы найти ошибку соперницы. Клоняется сейчас египтянка. Продолжает давить. Первым номером работает хороший вход. Вовремя он поймал момент. И мы могли видеть, что заход в голову. Чистая работа. И счет становится 2-1. 2-1 в пользу египтянки. Вот сразу опять уходит. Ясмин Атья. Вторым номером на работу контр-атаки. Все правильно делает спортсменка из Люксембурга. Она пытается делать атаки. Сейчас она сделала, но не попала. Продолжается давление. Отличный вход, но с контактом. Да, превышение контакта достаточно жестко. Без контроля влетела она в голову. Сейчас получит замечание. Чококу. Да, второе уже замечание. Спортсменки с синим поясом. Поддавливает. Время осталось немного. Ну, так скажем, огрызается египтянка. Чувствует победу близко. Ну, на мой взгляд, египтянка, конечно, допускает стыки. Что очень обоюдная атака была. В общем, оценки никакой нет. Очень опасно. Нужно все-таки иметь возможность, раз ты выиграешь, провалить соперника. Либо встретить, либо сделать контр-атаку. Полминуты остается. В клинче находились соперницы. Они сделали борцовскую технику, они не решились. Ну, египтянка бросила ногу в голову. Он в расчет, что она попадет. Но заступила за площадку. Получает замечание. За задержку сейчас еще раз получит замечание. Второе. Египтянка. Соответственно, получает. Встреча попыталась встретить спортсменка синим поясом, но опоздала. Все-таки вход египтянки был быстрее. И 3-1 счет. 3-1. Вот, великолепно. Мы видим Ава Шигирев Чудан. Два судьи показывают, что был удар. Рефери обязан дать 3-3. Счет сравнялся. 3-3, да. Осталось 15 секунд. Спортсменки из Люксембурга. И вновь атака. Спортсменки синим поясом имеют. Но мы очень, дорогие друзья, имеем возможность наблюдать. Очень напряженный поединок. Балл за баллом забирают спортсменки. Счет 4-4, 7 секунды. 4-4 уже 4-4. 7 секунд, 5 осталось. И тот, кто активнее сейчас будет, если в случае счет ничейный, тот и получит победу. Но вы бы кому сейчас, Александр, отдали победу? Вы знаете, сомнительно очень. Но обе старались в течение 10 секунд давить. И тут уже лотерея на самом деле. Как мы видим, 3 за красные. Да, 3 за спортсменку из Египта. 2 за спортсменку из Люксембурга. Таким образом победа присуждается Ясмин Атья из Египта. Она становится победительницей весовой категории до 55 килограммов у женщин в комитете. Ну, в общем, Женю Горькову из Люксембурга надо поздравить. Да, безусловно, молодец, но немножко не хватило напористости. Как-то она надо было проверять. Активность. Активность надо было мощнее действовать. Хотя она работала тоже неплохо. К тому мы имеем 2 золота уже у египтян. Большинство из Египта и Египта и Египта и Египта и Египта, которые мы с вами увидели. Ну и смотрим на резку самых интересных пробетов из этого финального боя. А бой просто блестящий получился. Да, ну конечно, это финал, напряжение высокое. Вот мы видим, как делает, начинает атаку египтянка. Вот атаки в голову. Да, вот здесь превышение контакта. И действительно, я пополетел даже. Активность из Египта. Ну то, что касается техники выведения равновесия, чтобы не наши люди не успирались, нужно обязательно сделать добивание. Если вы уходите спортсмена в равновесие, спортсмен должен добить тогда. В случае, если бы его выполнено вовремя, спортсмен получает наивысшую оценку и фон. И баллон. Как раз момент. Вот чистая атака в голову. Какая атака в голове. Продолжение следует...